Добрый вечер. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Радио России «Ульяновск» представляет программу «Профессии». Президент Всемирной Ассоциации Тхэквондо «Спорт для всех», а еще обладатель черного пояса шестого дана по хаб-кидо, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации и почетный гражданин города Ульяновска Евгений Ключников. И это я назвал вам еще далеко не все его титулы. Сегодня Евгений Юрьевич Ключников принимает участие в нашей передаче. Итак, Евгений Тхэквондо. Для России вид спорта довольно редкий, а в то время, когда вы им начали заниматься, это вообще была экзотика. Почему вы выбрали именно Тхэквондо и как вы к нему пришли? Как о нем вообще узнали? Начал заниматься достаточно серьезно с 89-го года. В 89-м году мы зарегистрировали федерацию при молодежном центре «Протон» железнодорожного райком комсомола. Тогда вот так вот регистрировали федерации при каких-то структурах молодежных. А почему выбрал спорт этот? Ну, этот вид спорта, он контактный вид, показательный. И он очень взятский из страны, был популярный. И в то время не работали ногами многие виды спорта. Фокс вообще только руками. Борьба тоже, в общем-то. Да, 100%. И поэтому вот почему же я себе тоже задавал этот вопрос? Наверное, из-за техники ног, из-за ударов ног нам это интересно стало. И мы выбрали, у нас три человека, родоначальники ульянского Тхэквондо. Был Сволухин Василий Васильевич, сейчас нет его, главный тренер он был. Наш Панов Александр Вениамильевич, судейством он занимался. А я организационные все вопросы вел. И вот мы втроем, по сути дела, были родоначальниками этого вида спорта. Не только в Ульянском, а потом в последующем и в России. А откуда вы о нем узнали? В газетах о нем не писали, по телевизору не показывали, интернета не было? Мы через Василия Васильевича Сволухина о нем услышали. И так как у нас до 89-го года не было дипломатических отношений с Южной Кореей, а Северная Корея немножко отличается от Тхэквондо, правила разные и подходы разные. В целом изюминки Тхэквондо все то же самое в базе Тхэквондо, а все остальное есть отличие. И в результате мы вначале узнали про Тхэквондо, который культивирует в Северной Корее. И начинали заниматься этим. Мы поехали в Палангу, в Литву, на семинары. Поляк проводил семинар по этому виду спорта. Заработали там синие, по-моему, пояса. Мы троем ездили туда. Это 88-й год был. А в 89-м мы поехали в Москву, и был уже Скалов Игорь, президент Федерации Тхэквондо СССР. И мы вот к нему на прием попали и выбрали этот вид спорта. И потом нам в 89-м году предложили первый международный семинар по Всемирной Федерации Тхэквондо. От Южной Кореи уже дипломатические отношения наладились. И мы этот семинар провели первый в Ульянске для Советского Союза, как бы начальники были. И я с правительством делегации в 90-м году выехал в Южную Корею вступать в Всемирную Федерацию Тхэквондо. Соколов возглавлял делегацию. Я был членом делегации. Был ли у вас какой-то кумир в Тхэквондо? Человек, с которого вы брали пример? Тхэквондо нет, потому что мы сами делали же в то время. Тогда, в 90-м году, в Уголовном кодексе была статья, нельзя было заниматься восточными единоборствами. Мы занимались в Динамо. Силовым структурам разрешались элементы восточных дел. Тхэквондо, дело в том, что он еще и боевой раздел, хапкидо так называемый. Это как боевой самбо. Это уже считается как оружие? Примерно так. Поэтому силовые органы применяли разные приемы, элементы именно из хапкидо. Они идентичны в какой-то части. Я сам занимался боевым самбо. Я кандидат мастера спорта в то время за Динамо. Мы ездили на соревнования. Я не могу сказать, что был какой-то у меня кумир из спортсменов, так как мы были родоначальники, и такого не было. Первопроход себе. Да, назовем так. А вне тхэквондо? Ну, а вне тхэквондо, ведь почему мы увлеклись-то? И многие в России, и в бывшем советском пространстве увлеклись. Мы много смотрели фильмов с Брус Ли, Джеки Чаном. И это все, конечно, в том возрасте. Сыграло свою роль. Как дальше складывались события? Вы основали федерацию, занимались тхэквондо сами, потом к вам стали приходить ваши воспитанники, которых вы стали готовить, и вы, и они стали достигать определенных успехов. Да, мы одни из первых в России зарегистрировали эту федерацию тхэквондо Ульянской области. Потом мы вступили в ассоциацию тхэквондо России. Это был 91-й год. В 91-м году было только 23 региона, которые развивали, и было 3-4 федерации, в том числе и наша, а все остальное клубная система была. Я уже был тогда вице-президентом федерации тхэквондо РСФЦР в 90-м году меня выбрали. Штаб-квартира в Туапсе находился, и президент Ковалев Сергей, он был оттуда. Я у него был вице-президентом, а здесь, в Ульянске, мы проводили еще несколько международных семинаров и пригласили всех, кто занимался восточными единоборствами в наш вид спорта, и наш вид спорта стал очень популярным в Ульянской области. Мы все тренировали, я тренировался в Алухин, Дашпану, потом Кандрасильев, основные такие четыре точки у нас было. У нас очень много занимался этим видом спорта, и мы до 96-го года 6 лет подряд первое общекомандное место в России занимали на чемпионатах России. И у нас одна треть состава сборной команды России по всем возрастам были ульянские спортсмены. Поэтому в 96-м году меня избрали президентом Всероссийской Федерации, и после этого я реорганизовал ассоциацию, я объединил федерацию ассоциаций, две были организации все российские. Я объединил их и создал Союз Тэквондо России, который до сих пор существует как коллективно-чем всемирной федерации Европейского союза Тэквондо. А то, что касается нас спортсменов, тогда, когда я тренировал, было много спортсменов, членов сборной команды страны, но потом я их передал Василию Васильевичу Алухину и Лашпану, которые оставались тренировали. Я уже организационными вопросами стал заниматься. Я вас прерву на минуточку, скажу нашим радиослушателям, что великих спортсменов, которых вы воспитали, которые стали чемпионами, призерами самых-самых престижных всероссийских, всесоюзных и международных соревнований, можно перечислять долго, поэтому, ну вот, самых-самых. Я хочу двоих отметить. Это Резма Нафрамиль Вазыхович. Он мастер спорта, он первый в истории России завевал официальную серебряную медаль на первенстве Европы по Тэквондо. До этого медалей в стране не было. И он из Ульянска, этим я горжусь. Ну и, конечно, великая спортсменка Терехина Наталья Владимировна, она мастер спорта международного колосса. Она очень много международных официальных мероприятий. Кубок Европы выигрывал все чемпионаты мира, среди нашего службы, все же студенты неоднократно выигрывали, игры доброй воли, призерка. Но она очень знаменитый спортсменка, а сейчас она одна из ведущих тренеров Ульянской Федерации Тэквондо. Вот их бы я особо хотел отметить. А Рамиль Резванов сейчас где, чем занимается? Он занимается бизнесом. Вот я всегда говорил, что человек успешный в спорте, он найдет свою стезю и за пределами спорта, потому что спорт дает такие необходимые качества, которые пригодятся в любой другой сфере. Да, совершенно верно, это точно. Все великие спортсмены, они находят себя и в других видах деятельности. Профессии Напоминаю вам о том, что сегодня в программе профессии принимает участие основатель и президент Ульяновской региональной федерации Тэквондо, один из основоположников развития Тэквондо в России, на протяжении многих лет занимавший руководящие должности в европейских и всемирных организациях Тэквондо, ныне вице-президент Всемирной ассоциации Тэквондо «Спорт для всех», обладатель черного пояса шестого дана по ХАПКИДО, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации и почетный гражданин города Ульяновска Евгений Ключников. Эмирич, а давайте напомним нашим радиослушателям ваши регалии. Сможете сейчас все вспомнить? Ну, очень сложно, но основные, наверное, нужно сказать. В 1997 году меня избирает в исполком Всемирной Федерации Тэквондо и параллельно избирает у меня в исполком Европейского Союза Тэквондо. И я там отработал членом исполком 21 год. До пандемии я был членом исполком в Европе 21 год и 12, по-моему, лет я отработал в Всемирной Федерации Тэквондо. Последние 7 лет я в Европейском Союзе возглавал комиссию по парте Тэквондо. Мы на паралимпийских играх в Токио. Первый раз мы дебютировали и нас включили в паралимпийскую программу. Председателем оргкомитета было 7 чемпионатов Европы, организовывал чемпионат ежегодно. И из 5 континентов моей комиссии было 60% от всех занимающих в мире. То есть я свой вклад сделал огромный в развитие именно парта Тэквондо в мире и в Европе. Что касается других регалий, я 12 лет отработал в Москве в Олимпийском комитете президентом Союза Тэквондо России. Три раза меня перезбирали и потом я свою должность передал по собственному желанию Шаману Владимиру Анатольевичу. Шаман Владимир Анатольевич был у меня почетным президентом долгое время. И потом, когда я уходил, ему эту должность передал. Когда он уже ушел работать обратно в Министерство обороны. Юрий Анатольевич, а вам не обидно было покидать Москву, возвращаться в Ульяновск? Я уверен, вы бы нашли себе в Москве престижную должность, вы вернулись в Ульяновск. Почему? Да, предложений было очень многое. Было предложение у меня интересное из «Газпрома» возглавить структуру спортивную огромную. С аквапарками, спортивными разными комплексами и так далее. Но не мое это, наверное. И я не прижился там. Меня всегда тянуло в родные стены, в дом. У меня здесь очень много родственников, друзей. У меня супруга в свое время отказалась ехать в Москву. У нее мама болела. Все это в комплексе сложилось, что я все равно вернулся сюда. И посвятил дальнейшей своей работой Ульянской Федерации Тейквон-До. Я сейчас много делаю в этом турале. И параллельно я работал в Европейском Союзе. Я вернулся в 2009 году сюда. И работал на Европу очень активно. И плюс Ульянская Федерация Тейквон-До. Я думаю, у меня достаточно было нагрузки. Уверен, что связи у вас до сих пор остались и с Москвой, и на европейском уровне. Я сейчас являюсь вице-президентом Всемирной Ассоциации Спорта для Всех. Есть такая Всемирная Федерация. Я до сих пор в Международной Федерации работаю. Но сейчас уже меньше мы общаемся. То, что касается связей моих. Я все же долгое время поработал. 21 год, если европейский континент брать. Президент, он сам грек, Софин, да, он говорит. Как закончится вот ситуация. Готов обратно тебя вернуть. То есть вот вся эта ситуация в мире, вот эти санкции. На спорт они тоже повлияли? И на Тейквон-До тоже? Да, само собой. На любой спорт повлияли. Сейчас у нас вот чемпионат мира был в Баку, в Азербайджане последний раз. По нашему виду Международная Федерация. Она вроде допустила с белым флагом спортсменов. У нас 8 мужчин, 8 женщин выступают. Двух олимпийских чемпионов взяла и сократила. Без объяснения причин комиссия заседала, специально создали комиссию, под опуску вычеркнули их. И вот 14 человек выступили. Неплохо девочка одна у нас стала чемпионкой мира. И вообще я хочу сказать, на последних олимпийских играх, которые в Токио было, из единоборств в России мы звали всех больше медалей в Тейквон-До. Мы заняли в мире первое место из всех стран по Тейквон-До. Две золотые, серебряные, брозы, четырех человек, кто ездили, все с медалями. Мы гордимся. И я горжусь тем, что я хоть какую-то платформу в свое время сделал, для того, чтобы дальше двигался на швид спорта. А из своих наград, чем вы гордитесь больше всего? Ну, у меня их очень много. Международных очень много медалей. После каждой олимпийской игры, после чемпионата мира или после проведения какого-то чемпионата Европы, которой я занимался, мне всегда вручали международные медали. У меня их очень много. Больше 20 международных. Уже счет потеряли, вот как. Да, я не считал уже их. Последний год, конечно, меня сильно отметили. За заслуги перед физической культурой спорта, Минспорта России мне медали официально присвоили. Плюс губернатор русских Алексей Юрьевич. За заслуги перед Ульянской областью медали. Ну и вот 12 сентября мне еще присвоили почетного гражданина города Ульянска, мэр города Ульянска и председатель городской думы Ножичкин, Илья Владимирович, они мне вручали эту медаль. Очень приятно. Ну и Путин, Владимир Владимирович, он тоже меня отметил в моей работе. Я заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Наверное, вот эти самые такие важные медали, они дорогого стоят. Скажите, а вот работа в Москве, работа на международном уровне, от вашей сегодняшней работы в Ульяновске сильно отличаются? Ну да, конечно, если люди работали на международном уровне и в федеральном центре в Москве, возможности, конечно, там больше работы, более глобальные, и вопросы можно решить более эффективно. Но я все равно продолжаю поддерживать Федерацию, она, наверное, одна из ведущих. У нас вид спорта базовый в Ульяновской области. А как сегодня выглядит Федерация Ульяновской области на всероссийском уровне? На всероссийском уровне мы входим в десятку ведущих Федераций. Их сейчас 80 Федераций в Союзе Теквандор России. Когда я уходил, было 73 Федерации. Вот 7 еще дополнительно. В десятку входим. У нас 15 членов сборных команд России, основного резервного состава. Это достаточно серьезный объем людей. И у нас постоянно входили 10-15. Вот в этом диапазоне мы всегда держим планку. Делаем все для этого. И в планах у нас, наверное, надо тоже несколько слов сказать. Мы хотим построить региональный центр подготовки сборных команд по Теквандому. Это огромный проект. Нет таких региональных центров в России. Он будет первый. Мы уже с русских Алексеем Юрьевичем договорились. Он поддерживает как губернатор нас во всех вопросах. Будем вот этот проект реализовать. Скажите, а чем вы занимаетесь в свободное время, если оно у вас есть? Ну, оно, конечно, есть. Сейчас меньше нагрузки в связи с тем, что международный проект временно закрылся. Занимаемся вот развитием федерации вширь. Ну, а в свободное время у меня две собаки. Я занимаюсь собаками. Гуляю с ними. Хожу по воскресенью в бассейн. В общем, занимаюсь своим здоровьем. Спасибо вам большое. Желаю вам здоровья. Желаю вам продолжения успехов в развитии Теквандо и в Ульяновской области, и в России. И желаю скорейшего возвращения российского Теквандо на международную арену. Спасибо большое. Удачи вам. Сегодня в программе профессии принимал участие основатель и президент Ульяновской региональной федерации Теквандо, один из основоположников развития Теквандо в России, вице-президент Всемирной ассоциации Теквандо «Спорт для всех», кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации и почетный гражданин города Ульяновска Евгений Ключников. Если вы хотите рассказать о своей профессии и принять участие в передаче, пишите нам по адресу электронной почты Радио 896FM собака Яндекс.ру Вы слушаете Радио России Ульяновск У микрофона журналист Евгений Слюняев Страницы прошлого листая Сегодняшний выпуск передачи «Страницы прошлого листая» мы подготовили и проведем вместе с ведущим архивистом отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Анастасией Ошкиной В Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области находится на хранении личный фонд советского и российского ученого электротехника, изобретателя, предпринимателя и общественного деятеля а также доктора технических наук Гринберга Исаака Павловича О разностороннем человеке, сумевшем добиться успеха в различных сферах своей жизни и пойдет сегодня речь Исаак Павлович родился 9 апреля 1937 года в городе Кишиневе В ту пору он находился в составе аннексированной Румынией Бессарабией На самом деле родился он 9 июня При заполнении справки сотрудница неправильно написала римскими цифрами месяц рождения Исаака Павловича Не там поставила вертикальную черточку Получился четвертый, а не шестой месяц Потом по этой справке Исаак получил свидетельство о рождении и паспорт Так и осталось 9 апреля Помимо него в семье было еще двое детей Старший брат Исаака Павловича и его маленькая сестренка Перед самым началом войны отец Исаака Павловича был репрессирован И летом 1941 года семью Гринбергов выслали на специальное поселение в Среднюю Азию В одном вагоне товарного поезда ехали сами репрессированные А в другом члены их семей 22 июня 1941 года состав разбомбили Но Гринберги сумели уцелеть Его отец Павел Анатольевич Гринберг до 1950-х годов находился в лагере как враг народа Поэтому в 1944 году мать Лея Давидовна вместе с детьми уехали к родственникам в город Краснокамск без отца Позднее он был реабилитирован Павел Анатольевич увидел свою семью только в 1956 году С 1946 года Исаак Павлович с братом, сестрой и матерью жили в Санжирее Молдавской ССР Сестра Исаака, Сильева Павловна, так отзывалась о нем Он был всегда в учебе И при этом был сорванцом Любил подраться, был задиристым Много учился, много читал Был не по годам очень умным Он всегда хорошо учился Особенно это касалось физики и математики В возрасте 14 лет Исаак устроился работать лаборантом И 4 года хорошо совмещал трудовую деятельность с учебой в Санжирейской средней школе номер 1 В это же время юноша вступил в ряды в ЛКСМ Окончив школу, Исаак решил, что не пойдет учиться в высшее учебное заведение Он считал, что должен обязательно пройти все ступени образования В 1956 году он окончил училище механизации сельского хозяйства номер 3 Села Дандюшаны, Молдавская ССР Молодой специалист начал работать трактористом На Драгонежской машино-тракторной станции Санжиренского района Здесь же вступил в ряды коммунистической партии В 1957 году Исаака Павловича призвали в армию Где он проходил службу до 1960 года Демобилизовали его по инвалидности Еще работая трактористом, он решил помочь своему напарнику Сосать из бочки бензин в бак Потянул, но вовремя не отнял шланг И Исааку Павловичу в легкие и в желудок попал этилированный бензин Его тогда еле спасли После службы в армии Гринберг решил не возвращаться домой А поселился в городе Житомире на Украине Где в 1966 году окончил заочное отделение Киевского ордена Ленина Политехнического института По специальности «Информационно-измерительная техника» Стремление к знаниям всегда было отличительной чертой Исаака Павловича Так в 1971 году он защитил диссертацию на тему «Анализ и исследование самонастраивающихся измерительных усилителей С пробным сигналом и перестраиваемой структурной схемой С присуждением ученой степени кандидата технических наук В Институте электродинамики Академии наук Украинской ССР Исаак Павлович проработал в Житомирском производственном объединении Электроизмеритель почти 30 лет Начинал с должности подсобного рабочего, слесаря-сборщика, контролера Затем был назначен инженером, заведующим лабораторией Впоследствии стал генеральным конструктором Начальником контрольного пункта специализированного конструкторского технологического бюро И заместителем генерального директора объединения по научной работе Единственный ульяновец, получивший государственную премию Советского Союза Гринберг продолжил свое развитие в научной деятельности В 1984 году он защитил диссертацию Средства и методы измерительных преобразований Для определения показателей качества электроэнергии С присуждением ему степени доктора технических наук Высшей аттестационной комиссии при Совете министров СССР В 1988 году Исаака Павловича перевели в город Ульяновск Для организации здесь Центра микроэлектроники Уже в следующем году его назначают заместителем генерального директора по научной работе Ульяновского центра применения микроэлектроники и автоматизации в машиностроении В это же время Гринберг работал профессором Ульяновского политехнического института Но началась перестройка Он так и остался в Ульяновске Со временем Исаак Павлович обзавелся семьей Стал счастливым отцом пятерых детей Исаак Павлович Гринберг автор и соавтор изобретений в области электротехники Главным образом измерительных приборов и датчиков Новизна и оригинальность его технических решений защищена 218 авторскими свидетельствами СССР 43-мя зарубежными патентами В том числе Соединенных Штатов Америки, ФРГ, Японии и Англии После себя он оставил около 300 научных трудов и 7 монографий Исаак Павлович умело сочетал научную и педагогическую работу Его ученики успешно защитили 12 докторских и 34 кандидатских диссертаций В 1996 году Исаак Павлович стал работать в должности генерального директора Закрытого акционерного общества ИВЛА Будучи предпринимателем, Гринберг открыл в Ульяновске кафе Баскин Робинс и магазин Ифраше А также пиццерию Сицилия и детский магазин Игрушечная страна Предпринимательской деятельностью он занимался более 20 лет Ему удалось сохранить в бизнесе немного науки Целых 36 патентов на изобретения были внедрены в работу Среди них газосигнализатор Важнейшая вещь на производстве и в котельных Там, где есть газ Этот прибор был выпущен для предупреждения превышения в помещении концентрации опасного газа Гринберг также один из основателей общественного движения «Ульяновцы» Эта организация, по словам самого Гринберга, за неполный год своего существования На момент декабря 2003 года Сделала для земляков немало Провозгласив принцип «власть под контроль народа» Впервые в России разработала и добилась принятия двух областных законов Об отзыве депутатов из ССО и муниципальных руководителей Исаак Павлович Гринберг награжден многими орденами и медалями, в том числе и на международном уровне Среди его наград ветеран труда Награда ВДНХ СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР Почетное звание «Заслуженный изобретатель Украинской ССР» А также «Отличник приборостроения СССР» Исаак Павлович являлся также лауреатом государственной премии в области науки и техники Умер Исаак Павлович Гринберг в ночь на 25 ноября 2017 года В возрасте 80 лет от тяжелой и скоротечной болезни Его похоронили на северном кладбище города Ульяновска С целью увековечивания памяти талантливого инженера И поощрения нового поколения ученых Ульяновске была учреждена в феврале 2018 года Губернаторская стипендия имени Исаака Павловича Гринберга Первыми стипендиатами в 2018 году Стали студентки третьего курса Ульяновского техникума экономики и права Центра Союза Российской Федерации Наталья Бойко и Виктория Мирончева Исаак Павлович Гринберг так говорил о своих победах Всю жизнь я ходил на работу в 6.30 Всю жизнь каждое утро передо мной огромный список дел на день Вот это и есть моя формула успеха Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Российские и советские барды Владимир Владимирович Бережков Родился 26 февраля 1947 года в Москве В 1978 году он окончил Московский государственный педагогический институт имени Ленина По специальности филолог Одно время работал ведущим инженером Центра научной организации труда и управления производством Министерства здравоохранения СССР Песни начал писать с 1963 года Вот как вспоминал об этом сам Владимир Владимирович Первую песню я придумал в 16 лет В 1963 году на даче летом Я не могу сказать, что до этого ничего не писал Но здесь впервые соединились текст и семиструнная гитара за семь с полтиной Шестиструнную гитару я купил за 15 рублей года через два Конечно, горел костер, вокруг сидели друзья и девочки Насколько я помню, одной из них и посвящалось сие творение Успех был обеспечен К тому времени я слышал только советские песни по радио Застольные романсы в исполнении дядюшек и тетушек на праздниках и днях рождения Да, так называемую подзаборную лирику во дворе Поэтому и песенка получилась соответствующая Хотя и с некоторым уклоном в итальянщину Так вот, за первые несколько лет я написал очень много Какие-то невероятные поэмы вроде «Домашняя финиковая пальма» Душесчипательные песни «Уходящая вдаль» и «Тверской бульвар» Прошелся по гриновской теме с неизменным зурбаганом и осолью Отразил костер и палатки в песнях «Баба Яга» и «Валя Политковский» А как пелось, другое дело, что не все слушалось А я скачу на деревянные лошадки По сугробам без пальто и без шапки А что, гомер, мне я и сам пройду время Я ж такого натворю, дайте время А мои песни мир взорвут словно порох А в очередях, так говорить, будут скоро А разве вы его не знаете лично? Очень страшная историческая личность А ты придешь ко мне сама, скажешь, оба Гениальны ты, чем Таня Реброва А Жень Кляшкин, как не стал бы трудиться Для подмежки для твоих не годиться А про старую развальну гомера Все в учебниках рассказано неверно А гомер — это просто Вова, псевдоним твой Ты прошил сквозь века красной ниткой А я скачу на деревянной лошадке По сугробам без пальто и без шапки А что, гомер, мне я и сам пройду время Я ж такого натворю, дайте время Продолжаю читать воспоминания Владимира Бережкова В 1965 году появляется компания поэтов Под названием «Смог», то есть «Самое молодое общество гениев» В компанию вошли Леня Губанов, Саша Соколов, Пахомов, Олейников, Кублановский Выступали по институтам, где в день концерта вывешивалась разрисованная Колей Нидбайла афиша И через час срывалась деятелями порткома Но концерт проходил в общаге, что и приближало нас к слушателю, можно сказать, вплотную Недолго, правда Смог-смог продержаться всего год-полтора В 1967 году на территории охотничьего хозяйства Костерева Недалеко от города Покрова Владимирской области Бережков участвовал в конференции по проблемам авторской песни А в 1968 году стал лауреатом Новосибирского фестиваля авторской песни Участвовал в Творческом союзе «Москва» А в 1987 году Бережков стал членом творческого объединения «Первый круг» В которое в разные годы входили Юрий Лорес, Александр Мирзоян, Виктор Луферов, Михаил Кочетков и другие авторы Я душу из серебра на мете разменял На мете разменял На мете разменял Тебе отдал я все, что есть у меня Что есть у меня Что есть у меня А что ты купишь на медики На медики На медики На завтрак ломтик свежей тоски К обеду нам не хватит с тобой Даже на боль Даже на боль А ужинать будем сами собой Ужин пустой Оденемся в пальто и забить Как ловко сидит Как ловко сидит А что я за ночью Пятак любить Пойти, что ли, пропить Пойти, что ли, пропить Песни Владимира Бережков пишет в основном на свои стихи Но также есть песни на стихи Леонида Губанова, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Николая Заболоцкого, Олега Чухонцева и других российских поэтов Владимир Владимирович Бережков является членом Московского клуба самодеятельной песни Он активно пропагандирует творчество друзей, ушедших в разные годы В настоящее время является председателем отделения авторов песен Союза литераторов Российской Федерации А также работает на радио «Говорит Москва» У Бережкова вышла книга Она называется «Мы встретились в раю» Изданы также одноименные аудиокассеты и компакт-диск И завершить свой рассказ о Владимире Владимировиче Бережкове «Я хочу песней» «Городок провинциальный» Вечернюю программу для вас подготовил и провел журналист Евгений Слюняев Мне снится городок провинциальный И эта глушь столица здешних мест За водом желтым, за водью печаль Несет обычность жизни Тихий крест колхозника или провинциала Автобус к ночи подвезет на круг Где под скамейкой у автобокзала Все семечки, все семечки, мой друг А этот город был когда-то первым Его за гордость летопись бронит Но растащить кирпичики успели Соперники, одетые в грани Он мог бы расцвести себе построить На берегу престижный циклотрон И все вокруг сгноив Держать достойно себя Как будто съездил за кордон Но он стоит, как и стоит И это его судьба до окончания лет И я согласен, песенка до бета Но может и остался, где куплет И ночью я, который растеряюсь В его заводе, в желтых корпусах Но выбравшись, гляжу и удивляюсь И заводе, и церковке в лесах Но выбравшись, гляжу и удивляюсь И заводе, и церковке в лесах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok